Перед мобильной амбулаторией в мороз людей немного. Один из желающих сделать тест – Дмитрий Глебов. Парень сдаёт анализ не в первый раз. Рассказывает, для него важно знать, что он полностью здоров. Во-первых, действительно просто интересно узнать, болею, не болею. Это даже элементарно такой уровень гарантии, что со мной всё в порядке. Если не в порядке, то будем лечиться. Внутри амбулатории на колёсах человека регистрируют. Тест делают анонимно, поэтому спрашивают только первую букву имени, число и год рождения. Объясняют для отчётности. Потом за дело берётся врач. Мы сегодня тестируем на четыре инфекции. Это гепатит С, гепатит В, ВИЧ и сифилис. В каждую из ячеечек мультитеста капается по одной капле крови и по одной капле буфера. Результат обычно готов через 10-15 минут. Процедура длится не более пяти минут. В амбулатории всё стерильно. Перед приёмом каждого пациента врач меняет перчатки. Для каждого использует индивидуальный тест. Буфер, пипетка, со всех из пектовых. Тест-система. Всё открывается при вас. Поскольку оглашение результатов тоже анонимное, сдать анализ приходится и журналистам. 10 минут ожидания – и вот долгожданное заключение врача. По факту результат отрицательный на все четыре инфекции. С чем я вас и поздравляю. За деньги государства пройти тест практически нереально. Это возможно только на станциях переливания крови, рассказывают организаторы акции. В частных же лабораториях человеку придётся раскошелиться и заплатить от 50 до 1000 гривен. У одних сделать это нет времени, у других – желание. Поэтому врачи вышли на улицы. Говорят, чем раньше болезни выявят, тем проще и дешевле с ней бороться. У нас ни национальной программы, ни областной программы, которая помогает таким людям больным, нет. А если этим людям не помогает, то через, по большому счёту, через 15 лет половина из них от цирроза или рака печени умрёт. Бесплатно тестируют харьковчан на наличие инфекции не в первый раз. Таким образом, организаторы надеются мотивировать людей сдать анализ. Врачи настаивают, делать его нужно хотя бы раз в полгода, ведь гепатит B, C и ВИЧ долгое время не проявляются, пока не возникают осложнения.